Убираю ящик, ну, практически уже собрал для подключения инвертора. Покажу сейчас, что использовал. Первое, что кабель использовал. ПВС 2 на 6. Ну, кто говорит, там больше надо. Я думаю, шестерка. Все зависит от того, какую ты нагрузку будешь на доме использовать. Ящик взял на 12 модулей. Такой вот, ну, пластик откровенно дешевый. Хотя не понимаю, почему эти боксы такую стоимость стоят. Два автомата по 25. На входе у меня стоит 16-ти амперный. Ну, заяву напишем бы, заменим в частном доме. Вроде бы уже возможно ставить 25-ти амперный на входе. Вход будет идти после счетчика сюда. С автомата на реле напряжения. Реле напряжения использую вот Zubr MF40. Делал я вам видеообзор на него. Не помню, сколько лет назад. Вот от него коробка. Перед этим у меня стояла такая релюшка. И также она помогала. И были на то время также перебои, перепады электроэнергии. Там делал я видео. Как защищает именно вот это вот дешевое реле. Также можно использовать. Почему использую Zubr MF40. Потому что у него здесь возможно мониторить не только напряжение, а и по току данные в онлайне и по нагрузке. В ватах также онлайн мониторинг. Просто можешь стоять и подойти и посмотреть, сколько на данный час потребляет дом твой полностью. Ну и защита по току, по напряжению. Можешь ставить ограничения. Будет релюшка отсекать. По этим показаниям. После реле у меня идет тут общий ноль. Вход фаза. Рвется на реле фаза здесь. И выход фаза. Второй автомат у меня будет отвечать за подачу на инвертор. То есть я могу отсекать инвертор. Также пошла после реле фаза сюда. И здесь использую двойной НШВИ шестерку. И фаза ноль приходит также сюда. И также использую двойной НШВИ шестерку. Пускаю одну линию. Это у меня будет чисто горсеть. В обход инвертора. Для этого использую модульный трехпозиционный переключатель. который будет давать возможность использовать или инвертор, или нейтраль, или просто горсеть. То есть не обязательно тебе нужно будет, если что-то случилось с инвертором, его переподключать. Просто переключил модульный переключатель на горсеть. И у тебя будет использоваться горсеть. Ну как раньше. Когда у тебя не было инвертора. Нужно через инвертор, чтобы у тебя работал дом, то переключаешь на инвертор. Помимо выключателя пускаю горсеть сюда. Ноль. И фазу. С автомата пойдет выход на инвертор. А уже вход с инвертора подключится на клеммы модульного трехпозиционного переключателя. Горсеть уже подключена. Фаза ноль. Вот какая здесь вторая и шестая клемма. И останется только с инвертора запустить на четвертую и восьмую. А здесь один выход уже пойдет на дом. Фаза ноль. Тут главное не перепутать фазу ноль. И пойдет на дом, на другой щиток, который у меня установлен. Собираю сейчас все, устанавливаю, показываю вам, как это работает. Сам проверяю, потому что сам. Сам не специалист, а такой домашний себе электрик. Также и советую вам самим вникать. Ничего сложного по идее нет. Кстати, по реле защиты. Есть вот такая релюшка от Tomson. Делал я вам видеообзор на нее. И могу продать, потому что просто лежит без дела. Видеообзор сделал. Думал установить. Там планы были, планы поменялись. Здесь два устройства в одном. Посмотрите видеообзор. Кому интересно. 63 А. Автомат. И релюха. Релюха также какие-то настройки там есть. И даже с удаленным управлением. То есть ты можешь заходить, релюхой клацать. Выключать, включать, если нужно. Но там есть свои нюансы. То есть это еще с Wi-Fi реле. Можно с приложения Evelink заходить. Но факт тому, что это два устройства в одном. Вот. Тебе модуль уже один готов. Вместо вот этих двух. В Украине продам тебе по цене Алиэкспресс. В Telegram также заходи там с тобой на связи. Или пиши здесь комментарий. В чем прикол, спросите? Да потому что делаю все это первый раз. Установлен еще был в прошлом году автомат на генератор. Переключение. Вот резерва. Чтобы не встречались две случайно сети. Автомата и горсеть. Вот такой есть автоматический переключатель. Пропадает горсеть. Он переводит. И появляется генератор, например. Он переводит на генератор в автомате. Можно даже вручную. Так же вот я в мануале поставил. И поставил в нулевую позицию. Сеть сейчас есть. Перевожу я вручную на дом. Переключаю в автомате. Чтобы был в автомате. Подача на дом. На мой модуль. Ящик, который я собрал. Подключил ввод на автомат. Вот сейчас здесь есть напряжение. Фаза 0. И дальше что? Выход на... С автомата. Выход на инвертор. Потом вход с инвертора. На модульный трехпозиционный переключатель. На клеммы 4,8 и 2,6. Это сеть городская. Подаю питание на систему. Реле отрабатывает по стандарту. С задержкой прописанной мною. Стоит переключатель в нейтрале. То есть по идее сейчас реле уже активировано. Но никуда не подается ничего. Потому что трехпозиционный переключатель стоит в нейтрале. На инвертор же выключен также автомат. Сейчас, если я его включу. Инвертор запустился. Второй модуль на дом. Выключил я вход. Вот сюда приходит вход. Вот этот кабель. Приходит вход именно с этого ящика. Теперь можно пробовать. Так, ничего. Появилась сеть. И эта сеть появилась. Без инвертора. То есть сейчас, если я выключаю инвертор. Подачу на инвертор. Инвертор обесточен. Можно его снимать. Дом работает по стандарту от сети. От городской. На клеммах инвертора ничего нет. Напряжения нет. То есть отключаешь кабель. И снимаешь его. Переключаю на положение среднее. Давайте посмотрим, что произойдет. Дом обесточен. Включаю верхнее положение. И это, по идее, у нас инвертор. Подаю на него напряжение. Коротской сети. Он активируется. Дал ему загрузиться. И включаю сеть. Есть кнопка. Вот. Дом запитан от инвертора. Активирую солнечные панели. При пропадании городской сети будет в обычном режиме работать инвертор. От солнечных панелей. Или же от аккумулятора. Солнечные панели подключились. 400 ватт. 170 ватт. Дом. Подключаю аккумулятор. Направление показано. Работа инвертора. Солнечные панели. На дом. Аккумулятор. Тестирует. Обычный режим. Определил. И теперь. За надобностью, что там надо будет. Пойдет зарядка. Или же. Будет брать с аккумулятора. Если нужно. Немного был мандраж. Потому что сам этим первый раз занимаюсь. Так вот выглядит все уже в собранном виде. Идет защита. Грозозащита идет. С Алиэкспресс. Тоже такой ящик. Уже готовый. С элементами. С предохранителями. Там совсем. С разъемами. Останется только установить. И подключить. До инвертора. Сейчас напрямую идет без защиты. Без всяких. Придет ящик. Поставлю и покажу вам так же. Ну все по стандарту. Пропадает сеть городская. Инвертор работает на панелях. То есть все так же. Но просто этот ящик дает возможность именно из-за трехпозиционного переключателя не вмешиваться в сеть. А переключить просто и исключить из сети инвертор если нужно. Или с инвертором. Ну и отдельный вот получился. На дом вот остался там. С автоматом. С основными автоматами. А тут вот такой вот получился вот. Обесточивание полностью инвертора. Ну и релюшка. Видите удобно. Что показывает в онлайне. Как я вам и говорил. Все на сегодня все. Пишите свои комментарии. Показываю вам то что сам делаю. Делаю и это делал я в первый раз. Я не специалист. Показываю вам что. Можно так же этим если вникнуть. И заниматься самому. Все делать. Ссылка на инвертор оставляю. На Алиэкспрессе заказывал. На аккумулятор также ссылку оставляю. Также там на Алиэкспрессе заказывал. Но сейчас уже их нету. Пока я так понял или завод не справляется. Или какие-то там проблемы с доставкой. Есть другой магазин. Внутренности те же самые. Примерно все корпус другой аккумулятора. Заказывай. Потому что непонятно что будет дальше. И с доставкой и вообще с аккумуляторами. На Telegram также подпишись. Всем удачи. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok.